Всем большом-большом привет! С вами снова Лиса с Конного Полюса. Рада приветствовать вас на своем аккаунте. Готова с радостью заявить. Кобыл со спешкой, но максимально уверенно двигается к полноценному доверию ко мне. Когда подхожу к леваде, узнает быстро, немедленно с обнимашками и почесушками, а наоборот, вплывает в мое сердце. Тяжело отпускать прослуг зверей. Мне не поступает ни привета, ни ответа, а я все вижу их черты характера в других лошадях. Спасает только одно. Ваша поддержка по вечерам прочитана в комментариях. Все, спасибо. Поддержкой мотивирует меня снимать вам новые видео. Сразу хочу сказать, на конюшне идет полная перестройка, поэтому каждый раз видео будет меняться территория. Тише, тише. Подумаешь, работать идем? Совсем забыла вас познакомить. Это Мерин, порода Колодесдаль. По документам его зовут Форум. А по-домашнему Федя. Неимоверно перспективный коню в драйвинг, потому что возит большие грузы, даже на них не смотря. За его великолепными кистями на ногах, естественно, нужен соответственный уход. А он не сильно дешевый. Посмотрев на денеки в конюшне, и их жители, поняла, как же давно не встречала тяжеловозов, а тем более не подсаживалась верхом. Думаю, в этой жизни нужно что-то менять и побыстрее устранять навязчивую проблему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Малец долго стоял без работы. В прокат на нем не ступали, лишь из-за этого он подал жару. Его козлы быстро привели меня в себя. И уже после нескольких схлипов от неожиданности я полностью очухалась. Америн решил не сдаваться. Я прокинул мое хорошее настроение лицом в грязь. Собственно, как и меня. Да уж, подумала я и прыгнула носком в свое время вновь. На тот момент конь вздохнул, сильно раздув ноздри от усталости и согласился. Нет, даже сам предложил сотрудничать. Я лишний раз убедилась в этом и прошла через жерди еще несколько раз. Конь восхитительный, трудолюбивый. Однако у каждой лошади есть свои тараканы в голове. Поэтому сегодня он и козлил подо мной. Остальная часть тренировки прошла сладко. А Федя вел себя, как маленькая розовая пони под детей. Сработали. Подумала я, но он все равно хотел меня высадить. Таскать по плацу не стал. А для такой вспыльчивой и харизматичной лошади это бесценно. Или же, как на вес золота. Решайте сами. Хотелось ли мне остановиться после этой тренировки на большом и храбром, я бы сказала, рыцаре? Конечно, нет. Но подсесть на него вечером мне не разрешили. Сказать, что я расстроилась ни капли. Так как после импульсивных прыжков в намерении ноги отнимала бешено, а руки болели в локтях. После тяжелой работы лошадь, конечно же, нужно отжигать. Этим я сейчас и займусь. Я успешно его замяла и отправила полоснуть ноги к моей соклубнице. А сама пошла к своей серой задире, которая успела соскучиться по мне. При этом всем она решила фыркнуть и отвернуться к стене. Сейчас я зачастую стала активничать в ютубе, выпуская видео. Многие скажут, что такая игра маленькая сфера. И идея у меня закончится уже через месяц. Однако вы можете за меня не беспокоиться. Идея у меня не была изначально. Ладно, шутки в сторону. Я правда не знаю, насколько времени меня хватит после прошлого ухода. Но я постараюсь максимально его растянуть, дабы порадовать и развлекать вас. На этом моменте мы не прощаемся. До скорых встреч, мои дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...